Здравствуйте, с вами компания Дом в Дорогу, меня зовут Константин. Сейчас у нас на площадке в продаже только те автодома и прицепы дачи, которые были куплены когда-то у нас, то есть они все время были под присмотром. Мы никогда не продаем автодома и прицепы дачи, сторонние, купленные где-то там, неизвестно где они там ездили, в какие ДТП попадали и так далее. То есть такие мы на комиссию не берем. Владельцем этого прицепа, вот именно этого, был я. Это Хобби Престиж 720К WFU. На него есть отдельный видеообзор, это большой семейный прицеп. Вот это совершенно новый прицеп Хобби Экселент 495УЛ. Ну а на этот автодом я буду делать видеообзор второй раз, или даже третий, нет, второй. Это LMC i605 на базе Fiat Ducato, который поступил к нам на комиссию буквально позавчера. Вот вы знаете, я, кстати, пробег у этого автодома всего 25 тысяч километров. Когда мы его привезли из Германии, пробег у него был 10 тысяч километров. То есть в Германии у него был 3, он был, кажется, витринный экземпляр, поэтому продавался немножко дешевле. Затем мы его передали клиенту, когда было 10 тысяч, сейчас 25. Всего-навсего 25. Совершенно новый автодом по очень-очень интересной цене. Какой? Звоните, пожалуйста, ко мне, я вам скажу, какая на него цена. Почему я сейчас не говорю, какая цена? Потому что цена может измениться. То есть владелец нас попросит поменять цену, поставить его либо дешевле, либо дороже. А в ролике сейчас будет фигурировать та цена, которую я скажу сейчас. Поэтому, пожалуйста, звоните ко мне и спрашивайте, сколько он стоит в тот момент, когда вы звоните. Итак, LMC i605 на базе Fiat Ducato. Это интеграл с ручной коробкой передач, 150 лошадиных сил. Автодом, можно сказать, абсолютно новый. Всего-навсего у него пробег, как я уже сказал, 25 тысяч. И у него есть одна особенность. Но самая главная особенность у этого автодома, то, что очень-очень хорошо к нему относились. То есть настолько аккуратно, вот даже все столы, стулья покрыли специальными чехлами. Если мы снимем, там будет все блестеть и гореть. Но самая главная особенность у этого автодома, которая мне очень-очень нравится. Пойдемте. У этого автодома королевская кровать. То есть проходы слева и справа, как в американских автодомах. Вот эта особенность мне очень нравится. Потому что если кровать французская, придвинута к стене, то тот, кто лежит у стены, тому ночью при походе в туалет приходится перелазить через жену и через мужа. Очень-очень неудобно. А здесь проходы слева и справа. Мы встаем и никого не тревожим. Вот это вот очень важно. Значит, дальше. Да, и еще. Королевская кровать, она очень удобна для тех, у кого высокий рост. Вот если у вас рост 1,86-1,88, у вас ноги свободны. То есть вам не нужно скрюченными лежать, потому что сзади у вас стенка. Поэтому все, у кого высокий рост, они покупают себе именно королевскую кровать. Плюс эта королевская кровать может иметь два состояния. Первое состояние ночное, второе состояние дневное. В дневное состояние перевести его можно следующим образом. Вот эту кровать. Ну, вот так берем его. Мы кровать берем и вот так пододвигаем. И вот у нас состояние день. Тут много очень свободного места получается. Вот. Ну, можем лежать, книжку читать и так далее. Шкафчики большие. И, кстати, тоже очень многие люди спрашивают, а мне нужны шкафы для на высокий рост, чтобы там платье какое-то не мялось, чтобы костюм тоже можно было повесить как дома. Вот, пожалуйста, слева и справа вот такие вот шкафы. Дальше. Вот, смотрите еще. Вот, что говорит о том, что автодом практически не эксплуатировался. Вот смотрите. Вот здесь вот, когда мы открываем, видите, немножечко касается крышка вот этой панели. Если мы часто будем туда-сюда открывать, тут появятся следы. А тут их нет, видите, вообще. То есть автодом практически не эксплуатировался. Ну, открою вам маленький секрет. Владелец этого автодома, купив его, решил все-таки поменять его на американский. Вот. И, естественно, этот он продает. Вот, видите, то же самое. Немножечко касается, но следов нет. Абсолютно. Они отсутствуют. То есть автодом не эксплуатировался. Он абсолютно новый. Пробег 25 тысяч. Продается в России. Ну, в общем, такой же шкафчик. Вот здесь вот. Значит, отдельный душ. У автодома. Вот он. И туалет с умывальником. Вот здесь. И вот, видите, двойная дверь. То есть дверь закрывает. Дверь служит для двух помещений. Одна дверь для двух помещений. Либо дверь закрывает туалет с умывальником, либо, пожалуйста, общая. Либо всю спальню. Вот, смотрите. Так. Так. Абсорбентный холодильник. Он работает от трех источников энергии. От газа. От 12 вольт. Или от электричества 220 вольт. Вот это тоже, кстати. Это тоже холодильник. То есть холодильник практически на всю высоту автодома. А здесь у нас там для огурцов, для помидор, для чего-то еще. Огромный, мощнейший, двузонный кондиционер, который работает либо на эту зону, либо на эту. То есть кондиционер очень мощный. Тут холодно будет в автодоме, если на улице жара. Значит, кухня. Тетфорд. На три газовые комфорки. И еще, кстати, вот тоже, так сказать, профессиональное. Как можно определить, автодом был в эксплуатации или не был. То есть часто его эксплуатировали или нет. Видите, они абсолютно новые. Здесь нет накипи. Вот от слова совсем. Никакой. Потому что накипь, если мы даже будем ее счищать, все равно будут царапины. Здесь никаких царапин нет. Поэтому это говорит о том, что автодом практически не эксплуатировался. Кому-то повезет. Тот, кто его купит. Так, вот такие вот шкафчики у автодома. И смотрите. Тоже абсолютно новый пакет. Видите документов на него? И вот смотрите. Вот это мне нравится. Внимание. Вот никак мне нравится эта кровать в интегралах. Опа. И еще два спальных места. Давайте посчитаем. Раз, два. Там три, четыре. И вот здесь пять. Пять спальных мест. Автодом на пять спальных мест. И достаточно легко открывается. И закрывается. Видите? Раз. И все. Давайте защелкнем. Завтра этот автодом поедет на ТО. Вот. И будет ждать покупателя. Покупателю очень-очень сильно повезет. Потому что, ну, фактически новый автодом по цене БУ. Тоже, видите, шкафчик такой. Не знаю для чего, что тут хранить. Ну, какие-то, я не знаю, бутылки, что ли. Такой маленький. Вот, кстати, пульт такой. Первый раз такой вижу пульт. Кондиционер действительно очень мощный у этого автодома. Ну, можно прям в Африку на нем ехать летом. С вами была компания «Дом в дорогу». Напоминаю, мы не только продаем принципы дачи автодома, но и устраиваем путешествия с ними. И, кстати, совсем забыл. Задержитесь еще на секунду. В следующем году, в июле месяце, у нас будет грандиознейший тур с автодомами. Не только в Грузию, но и в Турцию. Мы через Грузию поедем в Турцию. И будем отдыхать в Анталии с автодомами. Этот план будет немножечко позже. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы его не пропустить. Следующее лето будет очень интересное. Мы будем путешествовать по Грузии, по Турции. Мы будем отдыхать в Анталии. И самое главное, в сентябре мы будем путешествовать по Соединенным Штатам Америки. С вами была компания «Дом в дорогу». Меня зовут Константин. Наш сайт «домвдорогу.ру» с нами интересны. «Дом в дорогу» – первая российская компания, которая не только продает дома на колесах, но и организовывает для своих клиентов коллективные путешествия с прицепами и автодомами в Европу, Азию, в Крым, Грузию, на Байкал. Прямо на пляже летом, зимой за Полярный круг, осенью в сказочный лес, весной на рыбалку. И все это со своим собственным домом на колесах, на котором где встал, там и Хилтон. Подробности на сайте домвдорогу.ру